Мы ведь все играли в змейку, верно? Так вот, почему бы нам не сыграть змейку более профессионально? Поэтому да, сегодня мы будем играть в такую великую игру, как змейка в гугле. Весь бюджет хребстана был сведён на этот сраный мувик, который даже, ну по сути, бесполезен, потому что он не несёт никакой ценности для этого видеоролика, потому что дальше большая часть его будет происходить примерно так. Ну, в общем-то, вы же, наверное, хотели узнать мою цель, поэтому 100 очков, да, не пройти змейку даже. И на самом деле у змейки очень много методов прохождения и самой различной тактики, кто бы мог подумать, что в простой довольно до банальности игре, в которой даже особо с кодом мучиться не надо, есть тактики. Основных методики всего две, это играть хаотично и играть максимально опоясывая абсолютно все территории. И если в хаотичном варианте нет ничего сложного, просто гоняйся за яблоками или что вы там выбрали, то вот в систематизированном варианте, где мы покрываем большую часть площади, есть некоторая задумочка. Так как яблоки занимают абсолютно рандомные места, включая даже под нашей мордой в одно и то же время, как мы проходим по блоку, то нам ничто не мешает просто за ними гоняться и ратовать на удачу. Но долго так не продлится, все-таки хавать яблок нам придется много, вероятность идеального сечения обстоятельств около нулевая. Поэтому забываем про удачу и начинаем стратегировать. Нам придется вилять как ужам на сковородке, лишь бы поглотить большую часть площади, буквально виляя из стороны в сторону, покрывая площадь как, ну, эти самые, ну, типа медные трубки или типа того. Ну, в общем, я не знаю, как это описать, но вот перед вашими экранами происходящее. Вот так вот опоясывая и покрывая большую часть экрана, мы абсолютно безопасно защищаем все территории от внезапных появлений яблок внутри наших же хвостов. Так что благодаря такому варианту мы и землю покрываем, и крепостных освобождаем, смешно, и также, наконец-то, получаем возможность выиграть. Но это очень удлиняет процесс геймплея, потому что, постоянно закручиваясь в 50 узлов, мы, естественно, длиннее двигаемся, и маршрут у нас получается не самый удобный. А, ну и да, опыта в Змейке у меня не так уж и мало. В Змейке я предпочитал какой-нибудь Тетрис или вот эту вот игру маленькую, которую в домике ставишь так поверх. Но, да, попыток должно было быть много перед тем, как я достиг хоть каких-никаких результатов, потому что 57 это лишь половина. И, в общем-то, пытаясь комбинировать погоню за яблоками в начале, ветвение в середине и полное забивание на это, потому что становится скучно в конце, я всё пытался набить нормально ещё, тратывая на свой скилл и лютую реакцию, потому что, ну, и Змейка, это буквально игра на реакцию. Повернул не в ту сторону, где появилось яблоко, придётся крутить круг, и, как бы, фиг ты чё с этим поделаешь. А ещё, да, иногда вариант у стенок буквально не позволяет вам поломать яблоко шансом, там, 100%, вам придётся 50 на 50 выбирать, в какую сторону вам подвергаться, и не всегда это будет означать то, что у вас есть шанс скушать ваше заветное красное сочное яблочко. Ну, и, в общем-то, из этого мы можем сделать очень серьёзный и важный вывод. Змейка — это игра на реакцию, удачу, стратегию, технику, а также опыт и скилл, то есть это буквально мега, я не знаю, RPG Snake Survivor Apple Greeder. Крутое название, жду расширенную версию, как это там называют все эти ваши говнокомпании, триплэйны. Директор Скат оф Змейка, да, я бы такое купил, будь у меня деньги, конечно. А, ну и да, у всего этого видео особо не было смысла, потому что, ну, у меня есть буквально одно простое объяснение, этот тезис сломает всю вашу аргументацию впрух и прах, поэтому прошу, будьте внимательны и слушайте всё на полном серьёзе. Итак, первый пункт. Если вы всё поняли, продолжаем смотреть видео. Если вы не поняли, то пункт 2. Пересмотрите пункт 1. Поздравляю, теперь вы полностью знаете, что я хотел сделать этим видео, и получилось ли у меня добиться этого рекорда, что ж, давайте посмотрим. Вот она моя золотая попыточка, потому что вроде бы я так и не дошёл до больших результатов, чем в ней. Итак, вот оно всё, идёт так, гуляет, и, в общем-то, да, чё-то я не туда повернул, немножечко алкаш, наверное. Ну, ладно, попытка номер 2 тоже удалась очень успешно, попытка номер 3 уже, блин, ну, сбился я, контуженный, походу. Ну, ладно, это не важно, потому что этот для себя открыл целый мега-геймплей Змейки, он перед вашими глазами. После того, как я достиг новых вершин, я пошёл играть в какой-то там другие режимы, и открыл для себя нечто... чё? Где-то ангелы кричат... Ва-ва-ва-ва-ва!